Привет, друзья, и вам, враги, привет. Давно не было видно. У нас сегодня, короче, такие прям, что-то прям ветер сильный, такой порывистый. И тучки. А я, короче, иду на пляж. И, короче, где вот я иду, длинно, там, короче, дальше кладбище. А здесь, короче, много-много виноградников. Ну, такой какой-то виноград непонятный, какой-то маленький там. Заранее извиняюсь, если будет задувать микрофон. Вот. И периодически, короче, люди, прям на маршрутке, деды с бабками. Такое ощущение, как будто, знаете, это вот дикий виноград растет. Спокойно сюда приезжают на маршрутке, пешочком приходят, нарывают там этот виноград. Ну, что-то его, кстати, не видно. Вообще, только эти мужики как-то стояли, я проходил мимо. Ну, еще что, вот пилить сейчас будут тут. И, короче, говорили, что его еще не собирают, потому что он молодой. Вот. Может, из-за этого он тот разрешил, не знаю. Потом как-то я видел, как я чететку приходила, эти виноградные листья собирала. А, ну, надо, надо, надо. Ну, что такое, что-то? Что-то я больше не вижу, я просто... А, ну, там вот есть, да, вот. Вот с той стороны вижу. Хоть попробую, вот, все время хожу мимо него. Тут змея нет, кстати, в виноградниках живут змеи, я так знаю. Какой-то вот он жухлый, так скажем. Ну, вот что-то вот есть такое. Такой вот виноградник. Не знаю, его, наверное, скорее всего не собирают. Еще, да, он, наверное, молодой. Вот, ну, я все равно иду на пляж, сейчас попробую. Вкуснячий виноград, шикардосный. Сладкий, правда, капец. И он какой-то уже жухлый. Ну, да, видимо, он, наверное, молодой, поэтому его особо никто, не знаю, не охраняет, наверное. Вот, вкуснота. Прикольненький такой. Вот так, чтобы его прям не видно. Чтоб он прям свисал. Ммм, как дует. Сейчас не видно, чтобы прям грозы были. Еще надо. Я еще такой думал. Не, вот тут нормально болтается. Я еще такой думал. Надо к мне, например, прийти. Набрать. Хотя перед этим неделю назад, наверное, когда с ведрами здесь бабки с дедами были, я такой, боже, как можем. Кто-то посадил себе на винишко. Или на самогонку. А они вот это вот приходят. Да, здесь нормально так. Набирают. Ну, какой-то, знаете, как изюм. Может, пересох уже. Может, да, ним никто не ухаживает, поэтому. Открылся для себя, короче, прикольный пляж. Все время приходил там мимо. А тут, короче, на Дыблова. Сегодня я вам покажу. Если там музыка особо не играет. Вот. Единственное, что там, конечно, заколебывают у меня эти спасатели. Ну, как заколебывают. Я понимаю, это их работа. Все правильно делают. Там чуть-чуть от буйка, наверное, отплывешь там, я не знаю. Полметра. Или метр. И они, короче, уже там начинают. Молодой человек на пляже. Там два пляжа. Соединенные кристаллы и солнечные. Молодой человек на пляже Кристалл. Вернитесь за буйки. Ну, вы же знаете, я заплываю дело вообще. До Болгарии обратно. Поэтому, короче, периодически там плаваю. Ну, сейчас. Не знаю, как с ветром будет. Вообще, выкладывать это видео или нет. Наверное, вообще микрофон задувает. Я так вот держу, как могу. Но, наверное, все-таки задувает ветер, что сильно. Вот буквально дня три не было ветра. Тут нормальненько все было. А тут, короче, начал прям опять конкретно задувать. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Вот, короче, сейчас там на туристическую еду. Тут буквально несколько остановок. Надо просто спускаться лень. И покажу вам пляжик этот. Как к нему идти. Там, кстати, вот более-менее еще вот в том районе, где вот туристическая находится. Аквапарт там на туристической. Золотая бута. Там, кто более-менее еще народ есть. В центре вечерами народу много. Но я не знаю, где они все днем тусят. Днем, то есть, идешь ни на пляжах, никого нету. Ни в центре никого нет. Ни на набережной. Только чуть-чуть стемнеет. Все. Хер ва тучи народу. Тусят. Я думаю, что все разъехались. Нет? Они просто выходят вечером. Вот, так что жду вон там, на шутку уже идет. Все. Вот я доезжаю до туристической установки на Луначарского. Ветерочек только, конечно, еще есть. Но бесплатные автобусы по парку еще ходят. Значит, у нас еще работает. А, капец, ветер. Жесть, конечно. Ну, а ты спускаюсь вниз. Потом поворачиваю направо и к морю. Ну, так, где... Если вы видите, где-то стоят джипы, значит, это экскурсия. В основном, это экскурсия. Стоят такой джипы. Это самый крупный ценный. Дайвер полторы, квадроциклы, джипинг. Валют на парашюте, я не знаю, как у них, кстати, каждый день на улице. Но сейчас полторы тысячи стоят. И причем, возле каждого джипа написано, что только у нас. Только у нас полторы тысячи. Вчера я шел, короче, здесь, там, в центре тоже вот эти стоят джипы. У меня с экскурсиями. Две тысячи было. Две тысячи только у нас. Нет, ну, понятно, что там определенные люди же какие-то там через вот этих вот продают. Хостел. А, это отель. Свободные номера, Wi-Fi. Хостел, то есть, 800 рублей. Если кому-то надо. Не так далеко от моря. Здесь что-то этот дом, короче, вот все строят, 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 строят. Что-то уже давно построились. Никак не могут народ заселить. Вот. А еще не знаю, какой час, если там бабушка такая стоит. Там, короче, бабушка продает какие-то зеленые, ну, я не знаю, фрукты это или что-то. Когда у нее спрашивал, она вообще сказала, что это там отравматизм или чего-то. Обычно как бы так сидят и продают там. Сейчас вот продают этот инжир. Пакетик. По несколькой штучек. Скоро хурма уже начнется. Я, кстати, вообще не знал, что здесь хурма растет. Это какое-то вообще супер-супер заграничное растение. Вот. А оказывается, что нет, здесь растет. Я думал, что это этот яблоки, какие-то зеленые ранетки. Все это время думал. Оказывается, что это хурма. Но сейчас она уже начинает немножко желтеть. Ой, ну да, желтеть. Оранжеветь. Оранжеветь. И скоро, короче, уже будет вязать нам рты. Хурма вяжет рот. Ну, вот эти вот квас, собственно, на каждом шагу стоят. Вон здесь вот я, когда я из пляжа, всегда сюда захожу. Фруктики всякие покупаю, арабузики. Чем мне нравится, здесь Геленджикет, Коснодар. Я там был в Коснодаре какое-то время, жил давненько уже. То, что там, тоже отельчик. Причем практически все такие более-менее отели, 3 звезды. Не знаю, я думаю, что они сами себе ставят эти 3 звезды. Выше не дотягивают, ниже не хотят. Вот, в Коснодаре, короче, вообще очень жестко на рынке. В основном 95%, ну, 99%, тебе не дают выбирать ничего. Если ты можешь сам выбирать, то это очень дорого. Дорогие помидоры, дорогие огурцы. То, что они тебе накладывают, это, как правило, дешевка. Вся там раскладственная такая. Здесь вообще спокойно, ни разу еще, слава богу, я не встречал такого, что зайдешь на рынок или какой-то такой магазинчик. Тебе скажут, нет, у нас нельзя выбирать. Ну, выбираешь спокойно огурцы, помидоры, фрукты, овощи, все, что тебе нужно. В Коснодаре нет. Там прям с этим очень жестко, там прям до криков доходит, типа, куда вы берете? Вот здесь, кстати, на этом месте всегда бабулечка сидит, продает всякие вот эти вот непонятные фрукты или овощи, или какое-то вот что-то такое. На обратном пути можно будет сидеть. А вот. И так что вот так я потерял мысль. Но я про Коснодар. Там жестко, причем на любом рынке, что на юбилейном я жил какое-то время, где живет мама отличника, кстати, вообще жила там с соседями, не с соседями даже, а напротив в доме. И там жестко, там на каждом рынке, на большом рынке, на маленьком. Один раз я говорю, там раз смотрю, типа, это, выбирают стоят у одной тетки. Я раз подхожу там, а у нее цены просто там в два раза дороже, короче, цены она поднимает, тогда спокойненько выбирается сколько хотите. Вот, и все, вот, уже увидели, где бы, ну ладно, опять же, вот эти деревья уже там такие желтые. Не знаю, листы, не знаю, как называются. А вот в центре вообще, короче, листую уже дофигища. Конечно, 9-го приезжает Саша-Сафина. 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 Как девочка какая-то. Саша-Сафина. Тут тоже Саша-Сафина. Ну вот, здесь тоже, короче, на каждом шагу вот такие вот эти открытые штучки. Здесь, короче, кафешка, шашлыки всякие. И, кстати, я раз не пробовал, не заходил сюда. Потому что у деревьев, где я иду, именно вот этот вот спуск, здесь всегда пропадает связь телефонная. Ну, то есть сядешь в кафешку, да, и останешься на какое-то время без связи. Вот, синяя птица наша. Синяя птица. Синяя птица. А это, получается, короче, здесь вот гостиница Кристалл. Сейчас будет там, кстати, бассейн тоже, в котором можно покупаться. Но он небольшой. И его особо не чистят. Он стоит 200 рублей на день. И там сейчас подойдем Лок Солнечный. Я понимаю, что Лок расшифровывается лечебно-здоровительный комплекс. Солнечный, вот, куда иду на пляж. Там тоже есть бассейн. Мы туда ходили кое-что купаться. Сейчас я буду проходить вам из-за решетки. Я его покажу. Там стоит 250 рублей на человека. Вот, тут реклама этого солнечного. Солнечного. Да, лечебно-здоровительный комплекс. Вот, там 250 рублей стоит до 7 вечера. Прикольный бассейн. Небольшой бассейн, короче, для детей. И для взрослых 250. Замалуют до 6 лет, что ли, нам сказали. Нам дали 100 рублей. Вот. Ну, собственно, лежаки, туалет, душ. Больше ничего такого нет. Ну, прикольно, если на море, например, сильный шторм, то там прикольно можно полежать. Ну, это тоже реклама, реклама, кофе. Короче, сейчас я подойду туда и покажу. Начинается дождик. Я иду на пляж. И, кстати, вчера и позавчера тоже был дождик. Ну, такой, знаете, он, такие тучки, то есть он проходит сразу. И все нормально. Ну, сегодня ветер, вчера ветра не было. Здесь по 40 кукурузы, ближе к пляжу по 70. А вот здесь, короче, продают. Я видел черепашек. Да. Вот черепашек. Я в Москве, кстати, убрал такую черепашку. Вот он, кстати, этот вот пляж. Что-то никого нет. А, ну, нет открытых, никого нет. Вот здесь качатые детей. Грибок включают. Горочки-то маленькие. Здесь большой бассейн. И вот эти вот здесь лежаки вот те в тенечке. Здесь на солнышке. Ну, не знаю, прикольно. По идее, как бы на пляже берете, да, за 200 рублей лежак. Ну, там на море купаете. Ну, здесь получается, нам бесплатно получается лежак. Кто-то в ход в бассейн. Купаетесь в хлорке. Спокойненько. Сувениры. Ну, здесь, кстати, ничего не закрыто. Я не знаю, почему. Вот именно в этом районе. Хотя как-то, ну, от центра так немало. То здесь много народу и все открыто. Вот всё. Странный, да, Садьер? Я спрашиваю, то, что вам нравится на ваш вкус? Положите, я говорю, я тебе. Ха-ха-ха-ха. Подальше царят сладости. Вот странные люди. Нормально вообще? Говорят, положите на свой вкус. Может она любит, я не знаю, шоколад с перцем. или мёд с перцем так она там такая таргашка из 90 не ну вообще странные люди какой-то там соседка продавщицы я им говорю это чем положить нам на ваш вкус весь этот обклеили шагами а это на этот как его на лобовое стекло на занять сзади или где-то вот здесь вход в этот бассейн это получается вот лог солнечная меня здесь знаете здесь вот именно такой промежуток небольшой именно все в соснах именно все у соснах на парковая зона лог солнечный благоустроен в 2017 году ну здесь кое-что всякие вот эти статуи такой короче типа водопад вот сами все корпуса и там еще кое-что корпуса и вот эти вот корпуса здесь здесь всякие батуты ну понятно такие вот для детей такие розыгрыши вот собственно сам пляж напротив прям напротив посейдона ой блин я думаю я иду думаю на кого похоже это рыбка один в один петрова тройте смотри что ты видишь она реально не похоже если такая подруга на что там дальнейшем увидите вот реально похоже на петрова петрова это прям так что у нас там сегодня 26 на улице идет дождик вы видите и 24 вода страны петрова леночка похоже на этом марита до моря буря море воют ураган таратара таратара тарата оставайся мальчик с нами пара ри ра тарани так ночью блин я не подэт еще гнев буду а мне нужно куда-то вниз лечь членом подожди пока дождик закончится дождик пляжка еще здесь наверху есть кабинки для переодевания вот эти лежаки стоит 150 рублей до обед до 150 после но вот видите вам видно что идет дождь вот видно на море до красоты поэтому я подожду пока пройдет тучи и спущу тогда уже вниз и вот я хочу здесь что они все заставили лежаками ну ладно туда подальше от отделят вот я хочу вот на этом пляже получается открыл его недавно он небольшая линия такая но мне здесь очень нравится именно дно морское именно морское дно здесь вот чуть-чуть буквально два с половиной метра камни как заходишь ну такие вот галька и все и там песочек и там прекрасно я вот люблю короче плавать когда вижу буйки знаю что там дальше уже плотнена но дальше очень глубоко потому что у меня была как-то детская травма но серьезно на речке я купался короче там я мы возле моста мы купались я плавал плавался спокойно вроде там было по поиск короче потом был ты хлям и реально чуть не захлебнулся у меня там друзья вытащили поэтому мне такая случается паника если вдруг думаю что здесь нормальное дно и ногами пытаюсь достать а там короче бездну тогда у меня может начаться паника но вроде последнее время у меня это проходит от боязнь это да все круче он все видите вот она все мокро все круче убегают но ничего сейчас короче пройдет этого случая получается вот он наверху и все я спокойно здесь лягу буду плавать а все вроде уже за конец чуть-чуть он даже ворогушке лягушат такие сидят а еще короче у нас там кошка дома но как бы она чей-то чей-то чейная но вроде как ничейная дохла ключ и этот начал ее подканули вчера кучу вообще обнаглела забежала ко мне пока открыл дверь даже забегал забежала под диван там так шел у меня сбит сын 1 2 3 добрый вечер дорогие друзья но вот это не надо здесь плакать ходить здесь только счастливые люди отдыхают здесь никто не плачет короче забежала ко мне пришлось ее кормить у меня там форма ставился к шоку подкармливал еще весной и забыл про него покормил теперь она кое-что тусит возле моей двери постоянно только от кого она пытается забежать придется на дни небольшое шефство взять наверное а вот так что ладно блин нет еще дождь будет ладно друзья не буду с вами прощаться всех обнимаю не забывайте ставить колокольчик не забывайте просматривать рекламу так что просматривать рекламу нужно начали мне говорить ладно всем очень хорошего вечера дня у кого что-то всех обнимаю